всем привет этим видео хочу начать цикл обзора обзоров интернет магазинов америки в америке покупая уже больше десяти лет в интернет магазинах больше семи лет вот опыт накопился в общем-то нехилый решил поделиться своим опытом в плане где что как можно сэкономить вот а иной раз даже получить и на халявку ну конечно это не очень часто но тем не менее вот первое видео посвящено интернет магазину 65.com по простому шестерка последствия так и буду называть чтобы было все понятно шестерка 6 pm.com что хочется сказать об этом магазине магазин является проектом amazon.com самого наверное известного портала америке да и не только америке мира который имеет свои подразделения и в японии в германии где только его нет вот и запас запас . ком запас вообще это старший брат на 6 pm потому что все они проданы и товары плавно перетекают на шестерку с огромной оценкой с огромной оценкой которая впоследствии может плавать то есть цена плавает вверх-вниз вверх-вниз вот и не нужно удивляться этому но об этом чуть позже значит у нас шестерка имеет в наличии несколько разделов касается значит это мужской женской одежды мужской женской обуви детской одежды обуви аксессуаров и сумок вот значит мои рекомендации касаются такой вещи как то нужно начинать поиск товара с раздела клиренс хочу в принципе сказать одну вещь чтобы было ясно и понятно что конечно счета изложенная мною материал абсолютно субъективный вот ну как показала практика субъективные материалы он тем не менее в принципе скажем так он все-таки выгоден не выгоден даже он принимается большинство моих клиентов заказчиков которые у меня то есть через меня заказывают значит товары в шестерке потому что они меня просят найти тот или иной товар и я начинаю именно с этой позиции значит моя позиция касается того что нужно начинать поиск с раздела клиренс 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 то есть это вот у у нас желтая раздел нажимаем этот желтый раздел и у нас тут появляются все подразделы давайте я попробую выбрать для примера что-нибудь в мужской обуви и объяснить что и как и в женской одежде ну давайте я начнем с мужской обуви мужская обувь нажимаем значит первый момент у нас наверху появляются такие под опять разделы значит здесь указано значит это это выставление товара по приоритету вот значит мое мнение таково что значит нам выгоден самый последний вариант это процентов это что такое это означает то что самого верхнего уровня у нас будут идти товары наиболее выгодные процентном соотношении по скидкам то есть вы сами видите кеды стоили 120 баксов у них оценка 85 процентов и они стоят 18 долларов давайте мы их просмотрим почему они столько стоили значит у нас есть увеличение как видите по фотографиям нажимаете просматриваете их подошву общий вид зад бок перед читаем описание информация по продукту значит первое что должно в глаза броситься это то что премиум лизер аппар это у нас означает то что кеды изготовлены из премиальной кожи то есть это не какая-то там не замена тем более не ткань это обувь из натуральной кожи соответственно они стоили 120 баксов и теперь их продают за 17 то естественно значит размер остался значит только один и и тем более они вообще остались только одни что написано внизу он ли он лэфт инсток то есть одна осталась пара значит они являются унисексом так как мужской размер пятерка женский шесть половины то есть его могут купить как женщины так и мужчины а полнота у них значит что такое полнота полнота это вот значит всякая обувь имеет свою полноту так как и любая нога человека небольшой пример однажды мне продавец по ошибке выслал макосина тимберленда значит с очень ходовым сорок вторым размером девятка и сша но он ошибся в полноте он мне выслал полноту е то есть вот эта полнота е я покупал эту пару на ebay я эту пару продавал больше года то есть очень существенное различие люди которые мерили а их было огромное количество то есть я всем предлагал померить значит эту обувь на значит все сходились во мнении то что я их обманываю в плане размера хотя это было не так просто полнота очень существенную играют роль значит если у вас полнота ваша стандартная вот то есть у нас в магазинах в российских полнота стандартная м то есть м к или д то есть вы значит выбираете вот именно эту полноту в другой стороны на шестерке по большому счету полноты нестандартные очень мало поэтому то что вы наткнетесь на какую-то там нестандартную полноту очень вероятность будет мала вот поэтому я не думаю что вам нужно там начать что-то отмечать в этой таблице но тем не менее чтобы вы знали я об этом вам рассказал допустим выбираем размеры восемь с половиной восемь с половиной значит в сша значит это российский размер сорок один с половиной постельки двадцать шесть с половиной сантиметров вот далее идут категории товара значит сникерс либо атлетик шоссе это кроссовки спортивную обувь оксфорд это туфли лоферс это типа макосин бутс ботинки борт шоссе это тоже макосины такого плана ну типа что-то топсайдеры сандалии потом тапки ну и так далее бренды значит все это ясно а кэшнс значит тоже значит это подразделение там типа для туризма там для свадьбы офисные под костюм спортив на каждый день рабочие ботинки цвет ясно стиле тоже то есть тут уже от такого уже нужно отталкиваться что ботинки бывают разные скажем ковбой бутс то есть вестерн бутс ну как вот ковбои носят казаки то есть это вот у них отмечено уже по другим значит ну скажем так цветом далее цена значит тоже все ясно материалы значит кожа замша тоже можно отмечать и нужно видимо отмечать потому что наверное большинство людей все таки предпочтет обувь из кожи либо из замши вот далее значит я не вижу смысла отмечать в этом списке что-либо потому что будут отсекаться на самом деле интересные модельки вот а вы их взяли и отсекли вот значит ну скажем выбрали мы м д то есть хотя я говорю что ну не ну не надо это делать поэтому я лучше наверное сниму это дело в категории допустим бутс и допустим значит у нас идет материалы кожи лизер так вот вот мы видим что мы видим значит ну вот первое самое джон аварватас уценка 75 процентов стоили 250 теперь стоит 75 цвет антик смотрим увеличение смотрим думаем нравится ли нам это выбираем размер кладем корзину и так далее и так далее скажем на примере не знаю ну допустим какого-нибудь там известного бренда там х папис или пола прольф пола ральф лоран вот опять же видите то есть 125 долларов стоили 63 у нас в такие ботинки стоят в районе 12 тысяч кто не верит пусть идет и смотрит значит и иногда в обзоре обуви или одежда есть видео люди которые объясняют на английском языке если вы знаете английский язык рекомендую послушать описание товара вот что и как вот теперь давайте просмотрим на примере одежды женской вот вот кстати видите платье женская кэтрин маландрина стоила 525 теперь стоит 80 долларов уценка 85 процентов это очень неплохой результат вот вот и что значит нужно учесть практически у мужчин у женщин на одежде есть вот такие таблички значит это все про модель рассказано значит у нее чест это 32 ширина плеча уэст талия 25 шоу это размер обуви семь с половиной хоть пять с половиной это ее рост и вот на основании вот этих размеров выведен ее размер одежды которая она примерила в данном случае это платье это эска эска смол я бы по большому счету не особо не смотрел на эти цифры а смотрел именно на модель хотя вспоминал бы эти цифры смотрел бы а как вот я вот выгляжу вот так вот так вот так вот или вот так вот то есть каждую то есть вот нужно учесть вот как у меня плечо здесь сидит а как у меня вот тут вот по длине будет то есть конечно нужно думать об этих цифрах они указаны по не зря но вот скажем вот на моем примере что у меня в корзине я уже себе приготовил для покупки вот допустим взять вот этот вот эту куртку куртка members only вот у модели размер в плечах 100 у меня 110 112 будет в талии 33 у меня 34 35 у меня обувь 8 с половиной у него один с половиной конечно никакого значения не имеет а вот рост у него да то есть у него большой рост то есть я это знаю но он взял для себя м м я знаю что м к будет для меня мало потому что у него уже в плечах все по-нормальному если я возьму м ку мне в плечах будет она это куртка мало м к поэтому я решил взять в себе эльку да она мне будет длинная по рукавам вот но я думаю что что-нибудь я здесь не придумаю вот так вот думайте сами как что где вот значит второй момент значит что могу сказать еще значит нужно шестерки значит все абсолютно а это ордера бесплатно вот free shipping он о адрес пластык стендет холидарит он стоит плюс продолжение праздничных возвратов у них обычно возвраты там где-то в течение недели значит но и за праздников они готовы значит возвраты продлить вот это тоже конечно плюс то есть люди абсолютно идут на встречу контора идет на встречу это просто очень здорово очень здорово вот но нужно помнить что доставка бесплатные у них только по америке в россию на украину никуда у них больше доставки нет значит для покупки можно использовать кучу посредников либо forwarding компании использовать значит их услуги вот значит более подробно о скидках дополнительных кэшбэки я буду рассказывать следующих своих видео подписывайтесь на мой канал если вам стало интересно спрашивайте у меня группа вконтакте будет открыта сегодня завтра может быть послезавтра пишите на все вопросы я отвечаю для питера особые условия вы можете даже позвонить если спросите у меня мой номер я вам могу объяснить что-то по телефону если вам непонятно мне это несложно я человек общительный абсолютно то есть бесплатно никаких денег я там потребовать не буду просто люблю общаться а тем более если у меня есть опыт я готов с вами им поделиться вот я вас всех люблю жду вас опять на своем канале всем пока пока пока